Хотите работать в грузоперевозках или транспортной логистике, но не знаете какую профессию выбрать? Сегодняшнее видео точно для вас. Расскажем, какие профессии есть и в чем их особенности. Приветствую, меня зовут Евгений Лебедь. Мы развиваем бизнес в сфере грузоперевозок и логистики, а также обучаем сотрудников и создаем из них профессионалов. В сегодняшнем выпуске хочется поговорить детально о профессиях, которые есть в грузоперевозках. Как вы знаете, их огромное количество. И в первую очередь, если вы новичок, сложно понять, а кем мне быть, кем можно работать, в чем особенность каждой профессии. Поэтому в сегодняшнем выпуске разберем, какие профессии есть, в чем их отличия и детально-детально все это обсудим. Итак, поехали. Да, кстати, совершенно забыл напомнить про наши договоренности с вами. Как вы видите, я на канале делаю разный контент. Если я вижу, что от вас есть лайки, есть комментарии и подписки, то я буду дальше делать контент в таком формате, например, вот как сейчас о профессиях. Если вам это интересно, ставьте лайки и подписывайтесь. От ваших активностей я понимаю, есть смысл делать такое видео, подходят ли они вам, нравятся ли они вам. Если я не вижу от вас реакции, я понимаю, что нужно делать какие-то другие видео и буду уже переходить в другой формат. Но таких видео снимать я уже дальше не буду. Поэтому все зависит от вас, жду ваших реакций, ну а мы продолжаем. Подписчики YouTube канала Евгения Лебедя получают специальное предложение на обучение. Давайте разберем, собственно, какие у нас есть участники процесса в доставке. Потому что грузоперевозка – это, собственно, доставка товара на разные этапы, в разные сроки, с разными условиями. Давайте посмотрим, кто же у нас есть из участников. Это логист, экспедитор, диспетчер, руководитель автоколонны, таможенный брокер, водитель, экспедитор маршрута и опять же логист. Потому что мы видим, что процесс происходит от отправителя до получателя. Мы сейчас взяли международную перевозку, чтобы вы ориентировались, поэтому, естественно, есть таможенный брокер. Потому что если это оригинальная перевозка, то таможенный брокер не принимает в нее участие. Тем не менее, я подумал, что лучше мы рассмотрим маршрут какой-то большой, максимально сложный, где есть все участники. Конечно же, это не значит, что мы здесь учили абсолютно всех. Мы говорим о ключевых ролях, которые участвуют в процессе доставки. Естественно, есть страховщики, бухгалтера, менеджеры ВЭД, то есть множество еще дополнительных профессий. Но я говорю про те, без которых перевозку осуществить невозможно. Да, где-то есть экспедитор, где-то есть диспетчер, но в целом это участники ключевые в процессе. Итак, двигаемся дальше. Соответственно, давайте разберем каждую из позиций и в чем заключается ее особенность. Кто такой у нас логист? Как вы видели на схеме, он у нас выступает от позиции грузоотправителя или же грузополучателя, то есть от грузовладельца. Его задача это организация и координация грузоперевозок. То есть он организовывает процесс грузоперевозок от своей компании. То есть ему важно, чтобы перевозка была с оптимальной ценой в максимально короткие сроки и в качественном количественном эквиваленте приедет груз без каких-то моментов. Он выбирает маршруты, по которым удобно отправлять непосредственно его грузы, его компании. И опять же он смотрит на складские запасы, сколько нужно, чтобы товара оставалось и сколько товара он может отправить своим клиентам. Потому что его задача делать так, чтобы он максимально использовал складские остатки и оптимизировал эти процессы. То есть не нужно производить много товаров или не нужно ли импортировать много товаров. Потому что логист должен считать математику, если они арендуют склад, то понятно затраты на складские услуги должны быть тоже оптимальными. Соответственно следующий момент, который он выполняет, это введение документа оборота. То есть контроль договоров и счетов от контрагентов, составление отчетов. И исходя из этого он полностью ведет документа оборот с каждым подрядчиком, с клиентом. Он контролирует весь этот процесс. И конечно же поиск и контроль автотранспорта. То есть если мы говорим, что он выполняет работу, связанную со складским направлением, то помимо этого есть же задача еще и транспортировки груза. То он привлекает подрядчиков, то есть экспедиторов или транспортные компании, которые выполняют ему конкретно перевозку. Эта перевозка может быть авиа, ЖД, авто, море. Ну может быть трубопроводный транспорт. То есть это большее исключение, но он как бы есть. Поэтому это ключевые моменты и задачи, которые реализовывает непосредственно логист. Двигаемся дальше. Есть экспедитор маршрута. Соответственно очень часто экспедиторы маршрута впутают с экспедитором. Вот обратите внимание, что вроде бы одно слово, но насколько кардинальное отличие. Вы это заметите по себе. Фактически экспедитор маршрута выполняет функцию контролера процесса самой доставки груза. От точки забора груза до точки ее передачи конкретно получателю. То есть есть водитель. И экспедитор маршрута вместе с водителем проходит все этапы. Загрузки, процесс перевозки. То есть он едет вместе с водителем. Иногда он может выполнять функцию охраны груза. То есть есть военизированные экспедиторы, которые, грубо говоря, с оружием обеспечат безопасность груза. Соответственно следующий момент. Помимо этого экспедитор, конечно же, выполняет ключевую роль. Это контроль груза и контроль его перемещения. Плюс, конечно же, документооборот. Это, как правило, используется, если груз какой-то очень дорогой. То есть большая стоимость груза. Или какая-то специфика груза. То есть может быть какие-то химические элементы, производственные моменты. Может быть это какое-то оборудование. И очень важно контроль погрузки, выгрузки. То есть для этого используется экспедитор маршрута. Соответственно он полностью ездит с водителем по разным маршрутам, направлениям. И выполняет контроль конкретно этой перевозки, конкретно этого груза. Поэтому это, собственно, позиция экспедитор маршрута. Двигаемся дальше. Следующая позиция, я считаю, самая романтическая и интересная, это позиция водителя. Соответственно, ключевой момент, что реализует водитель, это выполнять правила дорожного движения, чтобы не нарушать их. И, в первую очередь, конечно же, это доставка груза в указанные сроки, в количественном и качественном эквиваленте. Это основная задача профессии водителя. И, конечно же, это полностью ответственная за груз, который он несет. Она наступает с того момента, как он принял груз у отправителя. Подписал документы. Если это оригинальная перевозка, это ТТНК. Если это международная ТЦМР. И после этого он должен проехать весь маршрут и сдать, собственно, этот груз уже получателю. И получатель считает от количественного, качественного эквивалента, что приехало, все ли нормально, все ли хорошо. Поэтому в этом плане профессия водителя, она вроде бы понятна всем. Но, поверьте, есть множество нюансов, связанных с маршрутами, с документооборотом, с безопасностью движения. То есть, плюс, конечно же, есть это международные перевозки, это языковой барьер и законодательство других стран. Поэтому здесь профессия тоже довольно интересная. И, в первую очередь, то, что я сказал, романтичная. Потому что большая степень профессии, она находится в офисе. То водитель, он перемещается по разным городам, разным странам. И в этом есть определенная романтика. То есть, в свое время, когда я работал водителем, это реально было очень прикольно. Это такой новый опыт был для меня. И в этом есть определенная романтика, 100%. Итак, ребят, двигаемся дальше. Соответственно, следующая профессия у нас это таможенный брокер. То есть, фактически здесь он выполняет функцию оформления документов при перевозке товара. Плюс, конечно же, оформление таможенных сборов, соблюдение конфиденциальных сведений, составляющих коммерческую тайну. Потому что, смотрите, когда таможенный брокер оформляет документы от получателя, отправителя, он видит все цифры. Он видит, сколько заплатил клиент, какая у него маржа, сколько он заплатил за транспортные перевозки. То есть, вся информация находится у брокера. Поэтому, когда компания выбирает, с кем работать в формате таможенных услуг, то, конечно, таможенный брокер это одно из направлений, где конфиденциальность имеет очень большую значимость. Потому что, любой клиент показывает все документы и таможенный брокер видит все, знаете, как сканирует все нюансы, все моменты. И, конечно же, ключевая роль, он информирует заказчика и таможенные органы о всей процедуре, в частности, предоставлении отчетов. То есть, когда машина приехала, какие налоги и акцизы мы заплатили, собственно, какой груз там был, количество груза, качество его, документы, чтобы пройти погранпереход, как правильно сделать таможенную очистку. То есть, все эти нюансы, они очень важны в работе, особенно в международных перевозах. Поэтому, в целом, это ключевая роль таможенного брокера, сделать так, чтобы клиент не имел проблем с оформлением груза, который приезжает из-за границы, то есть, или же уезжает, если это экспорт, ну и если это импорт, конечно же, приезжает. Поэтому здесь очень важно найти такого специалиста или стать им, если вы хотите, для того, чтобы полноценно обеспечить этот процесс. Двигаемся дальше. Следующий у нас специалист, это руководитель автоколонны. Я считаю, что это, наверное, в транспортной сфере самая сложная должность, которой нужно большое количество времени и больше практики для того, чтобы обучиться. Потому что руководитель автоколонны выполняет самую сложную, а с другой стороны, понятную задачу. Он обеспечивает себестоимость перевозки. То есть, если мы говорим о транспортной компании, в которой работает руководитель автоколонны, его задача и ключевой показатель – это сделать минимальную себестоимость. Ну, минимально не очень правильно подходит, потому что можно сделать настолько минимально, что машина никуда не уедет, да? То есть, там все старые запчасти, будет все поломано и работать не будет ничего. То есть, оптимальную себестоимость, при которой и с водителями не будет проблем, то есть, они будут получать конкурентную заработную плату, у них будут конкурентные условия труда, будет техника работать эффективно и на нее затратная часть будет оптимальна. То есть, вот это задача руководителя автоколонны. То есть, и не завышать эту себестоимость за один километр, и не занижать ее. В этом и сложность руководителя автоколонны. В первую очередь, потому что, когда он работает с цифрами, то есть, закупает запчасти, обслуживает машину в этом же формате. Он и должен уметь общаться с водителями, обеспечивать им поддержку, помощь, управлять ими, потому что без, собственно, водителей эта техника не будет приносить результата. И вот здесь два таких момента, которые нужно совместить в одном человеке, и это достаточно сложно. Поэтому, если вам интересна техника, работа с автомобилями и, конечно же, взаимодействие с водителями, то вот руководитель автоколонны – это та должность, которая этим полностью занимается. И тут, возможно, вам будет интересно двигаться в этом направлении. Следующая должность, которую мы будем с вами рассматривать – это диспетчер грузоперевоза. То есть, здесь, я считаю, это две профессии, грубо говоря, водитель и диспетчер, которые в тандеме делают валовую прибыль предприятию. То есть, если мы говорили, что руководитель автоколонны в транспортной компании делает задачи себестоимость, то задача диспетчера – сделать максимальный вал, то есть максимальный пробег машины и максимальную стоимость за километр. И вот в этой разнице появляется у нас маржинальность транспортной компании. Какие, собственно, функции и задачи диспетчера? Это поиск грузов на определенные маршруты с одного города в другой, заключение договоров с заказчиком с указанием всех данных водителей автомобиля, согласно всех технических характеристик, соответственно, контроль за благополучной доставке груза к пункту назначения и отправка подтверждающих документов и отчетов, связанных с конкретной перевозкой. То есть, фактически, диспетчер управляет процессом доставки, взаимодействует с водителем, взаимодействует с клиентами, и он является координатором грузодоставки, если можно так выразиться, понимаете, да, про что я говорю. Поэтому здесь позиция диспетчера, например, для меня максимально интересна. Почему? Потому что, в первую очередь, вы можете взаимодействовать не с одной машиной, а с десятками и зарабатывать довольно хорошие деньги. Если вам интересно, у нас на канале есть пару видео, которые детально рассказывают про функции диспетчера, сколько он зарабатывает, поэтому зайдите в поиск, выберите диспетчер, и вы получите все выпуски, которые у нас были. А также, если хотите более детально уже узнать про эту профессию или пройти обучение, переходите по ссылке в описании, там есть вся информация, ознакомьтесь, возможно, вам это будет интересно. Итак, двигаемся дальше. Соответственно, следующая должность, о которой мы с вами будем общаться, это экспедитор. Помните, я говорил, что есть экспедитор маршрута в начале встречи, сегодняшней с нами в этом видео? И, соответственно, есть экспедитор. В чем кардинальная разница? Если мы говорим, что экспедитор маршрута работает исключительно на маршруте, то данный экспедитор, то есть, если мы перейдем к диаграмме, которая была у нас в начале, он выполняет ключевую роль во взаимодействии с грузоотправителем. То есть, экспедитор выполняет заказы грузоотправителя. То есть, в частности, это логиста. Потому что логист не хочет, например, заключать договора с 10, с 15 транспортными компаниями. Сегодня мне рефрижератор нужен, завтра мне тент нужен, послезавтра площадка. То экспедитор, он выполняет роль непосредственно специалиста, который полностью организовывает процесс. Есть ли процесс доставки для грузовладельцев? Его задача сделать как можно больше таких перевозок и, соответственно, как можно меньше получить за эти перевозки цену, для того, чтобы получить разницу. И грузоотправитель получил удовлетворенную цену для доставки своих грузов. То есть, если вы помните, я рассказывал тоже на канале про транспортные биржи, там, где принимают участие и диспетчера, и экспедиторы. Так вот, почему транспортная биржа? У нас экспедиторы на бирже торгуют грузами, а диспетчера на бирже торгуют транспортом. Соответственно, происходит взаимодействие, переговоры и заключение заявок на конкретные перевозки. И здесь, как вы видите, экспедитор выступает от стороны грузовладельцев, а диспетчер выступает от стороны непосредственно транспортных компаний. Помимо этого, давайте поговорим о конкретных функциональных обязанностях. То есть, это поиск наиболее оптимальных для клиента маршрутов, проведение необходимых документов, подготовка, всесторонний контроль перевозки. И, конечно же, все вопросы, которые связаны с какими-то экспертными моментами для консультации грузовладельца. Потому что экспедитор, делая огромное количество перевозок, понимает рынок, понимает его особенности, по какому маршруту сейчас лучше повезти, где больше транспорта, где меньше транспорта. И в таком ключе экспедитор в себе аккумулирует огромное количество знаний. И клиенту предлагает уже вариации. Можно этой дорогой повезти, можно через, например, эту страну поехать и тому подобное. Поэтому здесь для себя вы должны определиться, какая специальность вам больше подходит. Да, кстати, если вы тоже хотите приобрести профессию экспедитор, можете перейти в ссылку. Там мы проводим часто бесплатные мастер-классы. Можете позадавать вопросы, уточнить, как это, что работает. Уверен, вам это будет интересно. Итак, ребят, в принципе, то, что планировали сегодня, я рассказал все. И вы видите, что профессий огромное-огромное множество. Поэтому выбирайте, думайте, что для вас максимально подходит. И, собственно, развивайтесь в этой сфере и получайте максимальные результаты. А с вами увидимся в следующем выпуске. До встречи.